так уважаемые дамы и господа всех приветствуем вас на нашем канале youtube и странице вконтакте сегодня мы с вами поговорим по поводу переезда у нас канал называется переехали в сочи и вы знаете за затронем такую животропещущую тему сколько нужно денег для того чтобы здесь проживать мы часто говорим об этом но у нас новые зрители к нам присоединяются подписываются в друзьях вконтакте сейчас в видео тоже в том числе видите что мы страницу эту развиваемся youtube начинаются какие-то определенные проблемы поэтому мы находим новые для вас удобные площадки поэтому новые друзья новые подписчики давайте обсудим эту тему вы знаете по нашему опыту наверное вот если сравнивать кому сколько нужно денег для того чтобы здесь проживать это очень много разных факторов один из самых важнейших это наверное состав семьи как минимум зависит наверное сколько у вас взрослых детей маленьких детей нужно ли дошкольные какие-то затраты пойдете ли вы в обычный детский сад либо будете настраиваться на платной основе да ты помнишь как у нас это получилось мы когда переехали марину постаралась сделать так чтобы у нас получился бесплатный детский сайт при этом мы просто подавали документы да ну это на самом деле зависит от запросов еще человека да кто-то как говорится по доходам и расход кто-то же они с вами минимальный доход доход начинает расти и начинают расти запросы и соответственно траты увеличиваются кто как привык есть кто-то ложками ест икру а кто-то ходит в столовую до эльбом шпакет и есть вот но еще столовую тоже дорого ходить его дни питаться наверно все-таки дома ну смотря как или для кого готовить дело еще в том что очень сильная статья расходов ну наверное пожалуй одна из самых главных это жилье то есть если у вас для переезда будет свое жилье то как бы это гораздо легче по финансам для людей которые собираются покорить так сказать сочи переехать в том числе полностью до чтобы условия были хорошие потому что квартиру здесь ребят ну снять за 20000 не получится даже за 30000 вы можете рассчитывать на небольшую скромную студию далеко от моря и так далее а уж если мы говорим про лето вот сейчас лето достаточно сложно найти квартиру вообще в долгий срок потому что многие уже перешли на суточную аренду и несмотря на то что какой-то квартирный фонд есть отдаленной от моря все равно там либо ценники на лето повышают либо суточную аренду там переходит как-то полномерно вот марин еще вот твое мнение вот например по затратам да вот если мы сравниваем наши затраты которые были до переезда 7 лет уже кстати прошло кто не знает мы переехали из владимирской области вот и на что вот ты вот обращаешь внимание по затратам как-то раньше вас было на парковку парковка там же уже давно не обращаю внимание да и наверно в городах на нее уже тоже никто не обращать внимание то что она везде уже там ладно да но а в александрове так она до сих пор везде бесплатно ну вот смотри даже для сравнения мы с тобой ездили например да в крым от севастополь что интересно как бы тоже вот казалось бы переехал в один город на юг туда-сюда вот там проблем с парковками вообще не было но что касается нашего краснодарского края я так думаю что это и геленджик и в анапе такие же сейчас сложности с парковочными зонами то есть это уже города которые застроены и перестроены и не хватает вот этих вот парковочных зон вот мы сейчас едем в центр и мы понимаем куда мы едем например если мы едем по локациям где-то пошопится прогуляться и так далее то будем выбирать может торговый центр на которых есть платные парковки либо рядом с парковой зоны но все платно вот практически бесплатного сейчас наверное по моему и нет негде поставить сейчас уже некоторые некоторые улицы уже даже перекроили а новый асфальт постелили уже таблички повесили что уже платная парковка в будние дни выходные бесплатно но это не очень дорого на самом деле как бы ну вот мы эту тему затрагиваем но на самом деле она не очень дорогая вот сколько там час стоит 100 рублей то есть и по факту например если вы поставили за 20 минут вы поставили за 20 минут и заплатить и это что касается именно уличных вот таких вот мест где нужно зарегистрироваться в приложении до оплатить и у вас не будет никаких таких сильных затрат но зато вас эвакуатор ее не заберет еще конечно если мы сравним сочи с какими-то другими возможно городами по общепиту вот для сравнения например вот мы отдыхали до ездим в севастополь например в два раза x2 вот здесь дороже ребят имейте ввиду то есть пойдете в столовую пойдете в ресторан какой-то готовьте что здесь это дорого но наверное московский уровень московский уровень здесь и цен на недвижимость в том числе на аренду о чем мы сейчас с вами говорили и многие хотят там я дом сниму а вот дом где подальше дома ребята 100 тысяч и выше и вперед даже независимо что вы 20 минут будете на машине ехать до моря здесь все принципе стало достаточно дорого и уровень стал московский я хочу добавить что кстати про парковку ты перевел тему но взять например ту же улицу в адлере кирова до которая сейчас стала платной вот но там находится налоговая там раньше был мфц там было были нотариус там есть администрация то есть это улицу которую но часто приходится есть да на центрально с другой стороны кирова если повернуть там больница она вся теперь стала платная и теперь на ней хотя бы есть возможность встать то есть о чем кто готов оставили машину и все она там стоял как памятник может быть и сутками и неделями ты не знаешь ты никогда там не встанешь тебе приходится ехать на платную стоянку и оттуда идти там 15 минут например там да ну в зависимости куда тебе нужно а теперь вот я приезжала в налогу я теперь могу встать там практически всегда там есть места я тоже плачу но так я ближе плачу и кстати даже дешевле потому что на платных стоянках 100 рублей час а здесь 80 рублей час и тарификации этот поминутный час не простояла с меня не списали никакой обиды это очень удобно и я например за такое введение платный потому что вот эти вот похороненные гробы которые стоят на улицах пусть они в другом месте их хоронят не пользуешься машиной решать свои проблемы сама то вот так вот кинул да а другие страдают в общем покупка недвижимости для вас это тоже определенный будет сюрприз потому что здесь очень много разных статусов и какие-то подводные камни поэтому лучше всего обращаться именно проверенному специалисту которого вам это разживет если кто-то сейчас вот смотрит и видит там по объявлениям здесь очень много обмана в виде вот как вам сказать вы приезжаете вы турист и вы мало в этом чего-то соображаете вас можно немножко как бы ввести в заблуждение не то что прям вот обман на каждом шагу что вот вас прям без денег здесь оставят нет но рассчитано это на тех туристов которые приезжают видят эту красоту начинают в авито залазить и видеть о я здесь шикарную квартиру куплю у нас это пройденный этап ровно вот одинаково мы точно также ориентировались перед переездом поэтому это очень важная основа основа того чтобы не быть в розовых очках не предпринимать каких-то мер таких знаете кардинальных то есть продали лишь бы продать потом берете этот чемодан даже где-то ролик есть такой комический дашь человек продал увидел объявление приезжает а тут разбивается его все надежды и мечты конечно сочи отличается от других городов вот этой инфраструктуры то что здесь движуха идет круглогодичная там красная поляна дает определенный большой пол людей которые едут отдыхать тратят деньги все остальное но есть огромный минус я вам скажу в этом плане то есть например если вы захотите из сочи проживая здесь уехать куда-нибудь то вы сталкиваетесь рядом проблем какие проблемы первые на автомобиле это серпантины пробки мы конечно все здесь ждем когда же нам прорубит эту замечательную города и дорогу трассу новую да но это будет не знала сколько еще лет вот какие-то объездные пути в самом городе также делаются но вот это определенный есть как бы нюанс минус но я бы сказал что с чем вы сталкиваться будет ну и также например если мы говорим про билет вот куда-то слетать сейчас мы как раз под самолетами проезжаем куда-то слетать вот марина недавно летала в москву туда-обратно 60 тысяч на самолет надо потратить на проек то есть где-то среднем получается ценники вообще 10-11 тысяч билет туда брата то есть но представляете какие как бы ну нет нет туда только 10 тысяч правильно 3 30 и 30 10 тысяч в один конец то есть это тоже имейте ввиду то есть вы сюда приезжаете если вам захочется куда-то поехать слетать съездить это будет как бы уже летом сезон очень очень дорого вот совет тем людям которые хотят например именно вот выбрать себе квартиру жильешь для того чтобы переехать именно сочи не торопитесь этого делать не торопитесь слушать людей которые говорят это плохой район это хороший район это вот виды хорошие вот здесь отравнины и так далее лучше всего взять и снять квартиру лучше снять квартиру сюда приехать пожить посмотреть что вам больше подойдет посмотреть какая работа для вас именно то есть найти работу потому что город он развивается работы здесь хватает но просто не всегда ваш профиль может здесь быть востребован поэтому нужно как-то переквалифицироваться нужно как-то переориентироваться может где-то подучиться может быть что-то свое и вы поймете да вот человек который имеет например свой бизнес совет до приехать сюда на найм поработать а потом понять и уже можно если это бизнесмен свое что-то открывать не совершать ошибок потому что купить это не проблему как как везде да вот потом разобраться удобно неудобно какая инфраструктура купился на виды купился на то что рядом с морем а до моря вы каждый день ходить не будете сколько раз мы стараемся ездить уже да там раз в неделю у нас дети как бы нам хочется их свозить искупаться на море охладиться да потому что не что так как вода все равно не охлаждает под кондиционером тебе комфорт только пока ты под ним сидишь конечно вот а в море ты окунулся и но тебе этой прохлада хватает надолго но ну ездить чаще чем раз в неделю у нас как-то нету возможности наверное даже я бы сказал да наверно желание тоже это зависит от обстоятельств если вы будете снимать квартиру вы чаще можете на море ездить все у вас будет дом у вас будет хлопоты определенные правильно то есть здесь тоже надо понимать по поводу общественного транспорта марин давай затронем быстро вот эту вот тему потому что не все переезжают например на машине я уже давно не пользуюсь здесь да и не могу сказать но поначалу я здесь ездил на общественном транспорте во первых он очень хорошо помогает изучать город то есть ты где-то прошел за пешком где-то ты проехался маршрут у него не такой как у тебя на машине да уже петляет вот поэтому это удобно и ну на мой взгляд на уходит достаточно неплохо единственная проблема это пробки в которых он тоже стоит и естественно что в жару это тут не очень комфортно и можно и по часу до центра ехать ну допустим не радлерский район я говорю вот ну тут уже как повезет как вам маршрут вы выбираете а по поводу образования марин тоже такой вопрос чтобы вот образование школы переполнены детские сады переполнены я уже честно говоря сейчас не знаю обстановку других регионах как там вот но здесь переполнены сильно обе они конечно обещают строить школы сады но это процесс не быстрый и по-моему уже переполнен настолько что даже одна-две новые школы в районе если у нас надо стало построить еще школу я даже не знаю спасет ли она ситуацию ну хоть как-то спасет но опять она заполнится быстро в плане того что еще и настроить и когда в любом случае если вот просто вот все подытожить одним словом сказать да если мы говорим о том что сочи добрался по уровню цен на недвижимость до москвы то на по всему остальному тоже добрался да и парковки платные и пробки ценники и ценники на все остальное здесь тоже такие естественно такого не бывает даже те недвижимость 500 тысяч рублей продукты везде были 3 копейки все все на этом же примерно уровне так что естественно рестораны на этом уровне доставки дорогие да и цены в ресторанах дорогие из-за этого до из того что и доставки дорогие из того что спрос есть большой людей полно поэтому все все вот это вот как бы вся эта цепочка она вся завязана давай еще последний вопрос обсудим как ты думаешь почему люди именно переезжают сочи вот что для них прям сочи такого важного ну переезжают тех наверно те кто хочет переехать к морю к морю во многих местах и красивому городу хорошему климату вот а начинают смотреть другие прибрежные города наши до черноморские конечно сочи выигрывает по многим параметрам но единственная проблема эта цена которая не все они всем может устроить да но климат как как правило манит инфраструктура которую здесь вот сделали и постоянно здесь что-то делают 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 и переделывают что-то обновляют и так далее в общем дамы и господа подписывайтесь на нашу страницу подпишитесь на наш канал ждем вас в обсуждениях если что-то мы не успели обсудить с ними следующий ролик пока